Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралепоменон. И сегодня мы будем читать 20-ю главу этой книги. Начиная с 1-го стиха по 30-й, здесь рассказывается о войне Исофата с аманитянами, мавитянами и идумиянами. А с 31-го по 37-й рассказывается о конце царствования Исофата. И мы читаем с 1-го стиха и ниже. После всего омавитяне и аманитяне, а с ними некоторые из страны Мауницкой, пошли войной на Исофата. И пришли и донесли Исофату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, вот они в Хацацом Фамаре, то есть в Энгедде». И убоялся Исофат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудеиных пришли они умолять Господа. И стал Исофат в собрании иудеев, и Иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал, «Господи Божий, отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя». Вот здесь мы видим такое правильное отношение к войне в том смысле, что царь, готовясь отразить нападение, он объявляет пост, объявляет усиленную молитву, и когда народ собирается в храме, он произносит такую укрепляющую речь, в которой обращается к Богу, это как бы речь и молитва одновременно. Но это и наставление для народа. Далее он говорит, кто напал на них, с какой силой, и призывает Бога вершить свои суды, свидетельствуя, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, отче, наше. И 13 стих «И все иудеи стояли пред лицом Господнем, и малые дети их, жены их, и сыновья их». То есть это было общее такое молитвенное собрание, когда люди молились со всяческим усердием, чтобы Господь дал бы им победу. И Дух Господень, мы читаем тогда, на Иазиила, сына Захария, сына Ванея, сына Иаила, сына Матфания, левиты и сынов Асафовых, «Сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он». Видим здесь, что Дух Божий сходит на человека, имя которого называется. В предыдущих текстах мы видим имена других людей, то есть Господь избирает разных людей для выражения своей воли. Что же говорит этот левит, на которого сошел Дух Господень? «И сказал он, 15 стих, «Слушайте все иудеи, и жители Иерусалима, и царь Исафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья». В каком случае война может называться Божьей? Мы знаем, что Давид вел Господни войны, так они и называются в книгах царств. В том случае, когда люди участвуют в войне, руководствуясь библейскими законами ведения войны, которые очень подробно описаны в Пятикнижии Моисея, в каком возрасте человек призывается на войну и до какого возраста, кого можно брать на войну, кого нельзя брать на войну, какая молитва читается священникам перед началом сражения и так далее. И этот пророчествующий левит говорит, «Завтра выступите против них, вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, перед пустыней Иеруилом». То есть Господь даже подсказывает, то есть не надо осуществлять никакой разведки, где с ними встретится армия иудеев. «Не вам сражаться на сей раз, вы встанете, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуды и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Вот когда Исофат все это услышал, он поклонился лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу, и встали левиты из сынов Акафовых, из сынов Кореевых, с музыкальными инструментами, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким, чтобы вдохновить людей на сражения с врагами. И что происходит? Господь, когда рано утром народ стал восклицать и славословить Господа, Он как бы посеял несогласие между аммонитянами и маовитянами и обитателями горы Сейра, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и маовитяне на обитателей горы Сейра, побивая, истребляя их. И когда покончили с жителями Сейра, тогда стали истреблять друг друга. То есть дух противоречия завладел этими людьми, они просто перебили друг друга. А когда иудеи пришли на возвышенность пустыни, взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Они все перебили друг друга. Но что оставалось и Сафату, они пришли с народом, правители, царь, и забрали всю добычу. Они приходят назад в Иерусалим с псалтырями, цитрами, трубами, к Дому Господню идут, чтобы прославить Бога. И 29 стих говорит, что страх Божий, великий, на всех царствах земных, потому что все узнали вскоре о том, что такое произошло, и спокойно стало царство Исафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. То есть никто уже не решался нападать на иудею при царе Исафате. Исафат царствовал 35 лет, точнее, когда он воцарился, ему было 35 лет, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азуба, дочь Салаила. И ходил он путем своего отца Асы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господа. И далее сообщается о том, что прочие деяния Исафата, они описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей, царей Израилевых. Израилевых — это общее понятие, потому что Исафат не был царем Израиля, после того, как Израиль разделился на иудеев. И Израиль, он был царем иудейским. История Израиля